Всем привет друзья садоводы огородники Я думаю многим знакома такая напасть И ведь правильно люди называют напасть Действительно это можно рассмотреть как нападение В этом году на мой садовый участок напал крот И не просто крот, а я думаю целая армия кротов Вот видите что натворили гады От основной массы кротов я избавился Чуть позже в этом видео я расскажу как Но видно остались какие-то гады-лазучики А может пришли с соседнего участка Ну что, значит придется продолжить борьбу И тут меня навеяло И вновь продолжает с собой И сердцу так больно в груди Крот съел Побег молодой И весь огород перекопал падла Больно Больно на это смотреть Особенно когда крот копает под деревьями И погибают молодые саженцы Меня дома не было 2 недели Уезжал в командировку по работе Приехал, а тут вон оно чего Жена обрадовала, крот опять появился Уже в тех местах, где его не было раньше А вот в саду здесь я его вывел Сейчас посмотрим, появился ли он вновь О да, есть одна ямка Тем более свежая Теперь пойдем посмотрим дальше Где он раньше был Появился ли он там вновь Вот видите, земляные проплешины в траве Это все бывшие кротовые холмики Крот все тут перекопал Кучка на кучке Нога проваливается Ягодки созревают Вкуснятинка Пойдемте дальше посмотрим Вот, смотрите Вот кучка была Вот кучка была Ой, тут все было перекопано Ужас, что творилось Какой я только метод не пробовал Чем только не пытался их поймать И ничего, к сожалению, хорошего у меня не получалось Результат меня не радовал Но мне кажется, я нашел один верный и надежный способ И простой в использовании Которому хочу поделиться А это другая сторона сада Здесь тоже все было перекопано кротом А точнее сказать кротами Это уже остатки их бывшей деятельности Холмики были Хотя нет Один все-таки затесался Но ничего, до него я тоже доберусь Вот яблоньку жалко Молодая еще Видите, все перекопано Что гады творили здесь? Бесчинствовали Хозяйничали как могли А я с ними боролся как мог Пробовал ловить в банку огурешную Ну то есть трехлитровую Закапывал ее Подходом Как у меня друг делает Крот туда попадает И вылезти не может Но крот оказался умнее И хитрее меня Сам не попался Зато натолкал мне целую банку земли Да так натолкал Утрамбовал Я замучился из банки землю вытряхать Потом еще несколько способов пробовал Все безрезультатно Ловушки ставил Результата ноль Либо кроты умные такие Либо я ловить просто не умею Но вот один способ На который я хоть несколько кротиков поймал Сейчас вам покажу Я его высмотрел в интернете Но это не мой способ избавления от кротов Свой способ я покажу позже Но этот способ тоже приносит результаты И вы тоже можете его взять на вооружение Посмотрите Для ловли таким способом Потребуются крючки Тройники Которые устанавливаются на блесна Для ловли щук Два тройника нужно привязать Вязальной проволокой Сантиметров 20 друг от друга А на конце проволоки Нужно сделать петелку В эту петелку установим Железный штырь Эту связку устанавливаем В нору крота По обе стороны Вот в одну сторону установили Устанавливаем во вторую Для установки таких ловушек Нору желательно выбрать попрямее Дальше берем два железных прутка Но я использовал старые шампура И запихиваем в петелки Которые мы сделали на конце проволоки Железные прутки втыкаем в землю Чтоб крот не утащил Метод этот конечно жестокий Но результат все-таки какой-то есть Ловушки установили Норы не закапываем Крот не любит сквозняков И он сам придет ее закопать Но когда придет Тогда и попадется Точнее должен попасться Ловушку оставляем так до следующего дня День следующий Видите Крот сам закопал Попался Нет ли Сейчас посмотрим Но скорее всего нет Наверное опять обхитрил Видите Шампура как стояли на одном месте Так и стоят Если бы попался бы Шампура немного покривились бы Ну что Давайте проверим Ох какой зацепился Никак не вытащу Мясистый видать Отъелся на казенных корнях Как бы самому не попасться Возьму-ка я лучше лопату А нет Это не Крот Это корни Казенные Проверим теперь вторую сторону Результат Без результата Точнее нулевой результат Тоже результат Показатель того Что этот метод неэффективный А теперь я вам покажу Свой метод борьбы с кротами Намного эффективнее всех методов Опробованных мною ранее Одеваем сапоги Кстати по поводу этих сапог Я вам расскажу чуть позже Вы офигеете И смотрите Вот видите ямки Точнее бугорки Кроты накопали Все эти бугорки Нужно будет затоптать Все бугорки Которые вы обнаружите Затаптываем Потому что нам нужно определить Где находится крот И старые бугорки И новые Все затаптываем И желательно затоптать Сам ход крота По которому он лазит Если вы конечно его обнаружите Обнаружить и найти ход можно Если вокруг бугорка Потоптать ногой посильнее Ударить пяткой Поэтому я сапоги такие одел Нога начнет проваливаться И вы по ходу будете затаптывать Этот ход Все бугорки и ходы крота Нужно будет затоптать А землю выровнять Так оставляем все До следующего дня На следующий день Будут новые холмки По ним вы и обнаружите Где находится крот Ну а здесь я думаю Нужно музыку включить повеселее Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот при ловле кротов И натопчешься И напляшешься Ну все Затоптанные бугорки Оставляем до следующего дня Кстати Вот что я хотел сказать вам Про эти сапоги Сейчас я их помою И вы увидите А пока предисловие В этом году У меня порвались сапоги А точнее не порвались Они зиму не пережили Подошва лопнула Хранились они у меня на чердаке А там естественно Температура минусовая А в связи с коронавирусом Ни рынки, ни магазины не работали Купить сапоги негде было Мама говорит мне Не расстраивайся Есть у меня новые сапоги И достает с чердака Вот эти вот Новые сапоги Которым вы только вдумайтесь 31 год 30 лет и 1 год Они лежали на чердаке А на чердаке вы сами знаете Летом жара Зимой холод Мороз Вот это я понимаю резина Вот это советское качество А помните Как наш лидер сладкоголосый говорил Что в СССР делали только галоши Которые никому не нужны Но ведь умели Еще как умели В СССР вообще все умели делать От иголки до космического корабля Эх Потеряно все И качество И страна Я думаю Те кто застал времена СССР Сразу узнали Такие сапоги Из прошлого Ну вот смотрите 1989 год Вот четко видно Мне кажется Они на чердаке Еще бы столько пролежали И были бы как новые Вот так вот Раньше все делали для людей А сейчас для народа Вот и наступило утро Следующего дня Идем посмотреть Где Крот объявился Вот видите По взрахленной земле Можно обнаружить Тропу Крота Как он лез И где вылез Вот новые Кротовые кучки Вот по свежим кучкам Мы и обнаружим Злодея Где-то он рядом Находится А это то средство Которым я избавляюсь От кротов Да Вы не ошиблись Петарды Как я их применяю Для этой цели Сейчас покажу Аккуратно снимаем кучку Чтобы не засыпать В ход крота Если все-таки засыпали Тогда придется Взять лопату С помощью лопаты Вы найдете ход Но все равно В этот ход Немного попадет С земли Поэтому придется Немного его почистить А также проверяем Нет ли еще одного хода Потому что Эта кучка может быть Не крайней А она проходной Может быть Но у меня тут видно Тоннель крота Заканчивается Это очень хорошо С него и начнем Поджигаем петарду И желательно Ее закинуть Как можно дальше В тоннель И этот ход крота Закрываем лопатой Чтобы ударная волна Шла в одну сторону По тоннелю После взрыва петарды Нужно присыпать Ход землей И не давать Дыму выйти наружу Вот видите Какой дым И сколько его там И какой он ядовитый Стоит чуть-чуть вдохнуть Замучаетесь кашлять Я так думаю Что петарда Дает двойное действие По уничтожению крота Первое Это взрывная волна Которая глушит крота Я так думаю Что у нее там Перепонки лопаются Или что там происходит С ним Не знаю А второе Это дым и газ От которого Я думаю Крот задыхается Я говорю Я думаю Я думаю Но я действительно Так думаю Потому что я сам не знаю Что там с ним происходит Это только мои предположения Но главное Что есть результат И результат Между прочим Неплохой Я вам показывал уже Мой садовый участок Где я раньше Избавился от кротов Буквально за несколько дней Любой метод Ловли кротов Хорош Если постоянно Мониторить ситуацию Так же и этот метод Появилась новая ямка Стреляйте сразу А я вот уезжал На две недели Кроты опять появились Скорее всего Пришли с соседнего участка Получается Я немного Запустил ситуацию Но ничего Это все поправимо Просто придется На это потратить Немного больше времени Вот видите А здесь бугорок Был уже проходной То есть тоннель С двух сторон Значит и стрелять Тоже будем В обе стороны Здесь я использую Петарды Корсар Третий номер Применять петарды Для этой цели Лучше от третьего До пятого номера Пробовал единичку Результат так себе Двойка Более-менее А вот у тройки Результат неплохой Меня порадовал Ну а четвертый И пятый номер Вообще хорошо Петарды с фитильком Применять не советую Почему-то в норе Они плохо взрываются Это наверное От недостатка кислорода И время срабатывания У них намного быстрее Иногда даже Не успеваешь дырку закрыть Как я уже и говорил Дым из норы Выпускать нежелательно Нужно чтобы Как можно больше дыма Осталось там В норе Ямку присыпьте Повышенная активность А утром вы посмотрите Появился он снова Или нет Ну еще одну норку Бахнем И хорош на этом Вот здесь вот Я раскопал все аккуратно Без лопаты Буду опять применять Корсар Третий номер Кстати Поджигать петарды Лучше всего Зажигалкой Такую норку Можно и ногой прикрыть Видели как петарда Сработала Земля приподнялась Представляете Что испытывает крот Если он сейчас Недалеко где-то находится Опаньки А дымок то потянуло Внутрь Значит то есть Где-то выход наружу Еще зарядим одну Контрольную Вот таким методом Я избавляюсь от кротов И вам советую Попробуйте Только не забывайте Периодически бомбить При каждом новом Появившемся холмике Но от земляных крыс К сожалению Этот метод не спасает Видно крысы шустрее И успевает убегать И еще Не вдыхайте дым от петарды Уж больно на ядовитый А также смотрите Мои другие ролики Надеюсь они будут вам полезны Всем удачи И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok